С 1 июля 2017 года вступают в силу закон, запрещающий брать на работу иностранных водителей, не имеющих российских прав. На днях в отделе ГИБДД по Люберецкому району прошло совещание с руководителями транспортных компаний. Участники встречи обсудили нововведения в законодательстве и уточнили порядок получения новых удостоверений. Изменения федерального закона о безопасности дорожного движения были внесены еще в мае 2013 года. Согласно им, юридические лица и индивидуальные предприниматели не имеют права допускать водителей без российских прав к управлению транспортными средствами. Вступление в силу этой нормы уже дважды откладывалось. Водители иностранцы и транспортные компании были не готовы к таким изменениям. Из-за этого могли возникнуть сбои в пассажирских перевозках. Однако уже с 1 июля текущего года с новым законом должны смириться все. Иностранные и национальные и международные водительские удостоверения не соответствующие требованиям международных договоров Российской Федерации обмену на российские национальные и международные водительские удостоверения не подлежат. Это нововведение не коснется иностранцев, использующих автомобиль на территории России для личных поездок. А вот работодателям, допустившим к работе водителя с иностранными правами, грозит денежный штраф в размере 50 тысяч рублей. Сами водители, которые будут осуществлять предпринимательскую трудовую деятельность с национальным водительским удостоверением, они подлежат привлечению к административной ответственности по статье 12.7.1, то есть как водители, не имеющие права управления транспортным средством. Соответственно, штраф за это предусмотрен от 5 до 15 тысяч. До вступления в силу нового закона осталось три месяца. До этого времени иностранные водители, работающие в транспортных компаниях, должны сдать экзамен по правилам дорожного движения и получить российские права.